итак всем привет дорогие друзья с вами блог для нас и сегодня как вы видите на своих головых экранах мы будем проходить пиксельную группу под названием полуночный кукловод надеюсь я правильно перевел и вы наверное уже увидели что все на английском языке то есть меню да и тому подобное и наверное и половина из вас правы мы будем проходить игру на английском языке я честно говоря почему взял почему я взял вообще на английском и почему я всю эту затею начал как-то под моим видео один комментарий написал один чувак что вот это было кстати на то ли параноике то ли кривом человек человеке которые игры я проходил именно с переводом и сказали люди что именно вот вот раньше был был динус классный ну там один человек правда сказал мне люди типа ну вот посмотрю я это видео типа июнь такие вот эмоции классные до пробуждают во мне я не знаю почему у меня в голову просто бабахала та идея что блин я же могу переводить принципе конечно же это тяжело конечно же не дословно там не прям профессионально но как бы можно в принципе этим заняться и будет круто честно говоря про игру я рассказывать пока что ничего не буду я не буду рассказывать что за жанр и тому подобное вы все сами увидите в принципе и если честно сейчас пиксельных игр практически нету на русском языке и поэтому как бы мне приходится брать на английском и тем более я могу теперь на свой лад взять что-то то что мне нравится и пройти эту игру я специально выбирал то есть как бы такие дела майо майонез я только скажу что сейчас мы с папой едем машине ну и сейчас вы все сами увидите принципе сюжет рассказывать нет смысла потому что это можно сказать первая серия будет сонта мечи но или как-то так я не знаю честно говоря по именам не буду точно переводить но вы сами поняли итак мы едем по какому-то лесу графика тут довольно такая мультяшная интересная да вот она майо майо почему-то мне майо кажется как майонез извини я тебя разбудил нет я всего лишь клевала носом а хорошо майо что ты хочешь на ужин ну или на ну покушать там типа такого я не день я диннер честно говоря забыл как это слово уже правильно произносится ну не ужин ну поесть типа чем ты будешь обедать и ужинать тому подобное ну прежде чем мы вернемся домой я думаю что нам стоит покушать перед сном да как бы типа поесть а что угодно ну ты голодна да там да я буду есть все что угодно в принципе все мне пойдет все хорошо и я бы сказал бы такой мистер маспер какой-то игрушечный если честно это третий наш персонаж о котором вы вскоре узнаете тоже такой довольно интересный персонаж тут а я бы хотел с суши но не тот конверный мусор конечно же а что-то реально крутое все что угодно говоришь ты предлагаешь сделать мне выбор на свой типа лад или ну ты предлагаешь мне выбрать а я порядке ну то есть что угодно эй вы что игнорите меня какой-то медведь плюшевый я слышал что есть какой-то ресторан который специализируется на моби мобиак кухни мобиак честно говоря не знаю что это такое друзья если кто из вас знает напишите в комментариях я слышал может быть дадим им шанс мобиак они тоже походу не знают мобиакс да вы шутите наверно лучше кинди мне суши мой животик я не понимаю майо и по отец вообще видят этого чувака который сидит у них сзади или нет папа я думаю что это плохая идея насчет мобиакс да ты права не обращай внимание это плохая идея ну то есть не обращай внимание на это извини что я сказала все ну все что угодно но да все в порядке я понимаю то есть ну ох ты права как бы окей не обращайте внимание на эту идею да извини то есть я не настаиваю руководствуемся просто на твой выбор так посмотрим еще где-то видимо мы едем пытаемся найти ресторанчик и тому подобное чтобы покушать как бы такие вот дела и тут что-то мы резко остановились что-то не так папа да это всего лишь проблема с двигателем двигатель заглох походу да я был прав это не очень хорошо не очень хорошо блин я везунчик типа не заводится это хреново конечно же да друзья не буду дословно переводить но я буду переводить практически как бы как они говорят эй майо опять игноришь меня слушай может быть выключишь свою крутость или не значит на гря попс переводится по-разному можно сказать и крутость и попсовость ну типа может выключишься крутую типа девушку и поговоришь наконец-то со мной мая молчит так скучно ты что будешь постоянно меня игнорить когда он рядом конечно же я не хочу портить твою популярность но у меня есть тоже права человеческие то есть медвежьи права да точно господи маю скажи что нибудь а ну а хорошо как ты себе представляешь отца который смотрит на свою дочь которая разговаривает сама собой что ли что забудь чейс а постоянно говорит забудь и это забудь то кстати маспер и это звучит как-то странно когда ты заявляешь о медвежьих правах ты всего лишь плюшевое животное плюшевое животное которое разговаривает что это как-то странно вам не кажется друзья дам ну что там все плохо мне кажется что я не смогу решить эту проблему да надеяться на тебя это то же самое что надеяться вообще ни на кого так может быть позвонить за помощью ну то есть позвонить по телефону до мой телефон не работает мы внизу недоступом что он сказал в эти дни вы смогли бы залезть на верхушку горы фуджи чтобы поплакаться каким диким и неукрощенным может быть это место то есть наш медведь уже паникует что-то может произойти так может быть так что не получится позвать на помощь что же нам делать ну я не знаю не могу помочь ничем да уж какой-то папаша у нас непонятный так а тут у нас дорожка вы видите этот путь там где я не вижу там возможно дом в конце этого пути может быть да я собираюсь чтобы пойти и посмотреть я с тобой нет я справлюсь один тем более на улице такой проливной дождь просто оставайся тут майя но все в порядке я скоро вернусь это напоминает мне какой-то фильм ужасов и этот персонаж как бы умрет первый что несет этот маспер он просто мне нравится да не переживайте все будет в порядке будь осторожен папа да ты тоже да ты тоже я так с такой интонацией сказал типа ему так пофиг да а пошла ты нахер я пошел пойду как я его поддерю вот такие вот дела друзья ну графика тут мне довольно нравится я не знаю это это круто не всегда же пикселем быть пиксельными да что я говорю майя мечина блин майя майонез прям эта игра подходит мне только послушайте какое имя тут главного персонажа папа все еще не вернулся прошло уже 30 минут он должен был прийти но что-то его нету так долго я знаю я должна пойти найти его точно эй куда ты собираешься тоже моя у нас такая я собираюсь пойти и найти отца это чё твоя крутость в тебе играет он же сказал тебе оставаться тут да но прошло уже действительно много времени и возможно что-то могло произойти это все твоя крутость он просто сказал что по непонятным то есть это все это крутость он просто опаздывает по каким-то непонятным причинам который далеко за твоими раз можно сказать за твоим пониманием ну короче мишка у нас такой как бы подстрекатель и тому подобное господи почему ты постоянно так не любишь папу ты его ненавидишь маспер маспер ну думаю что типа да ненавижу во-первых он парень который даже не видит меня ну а что он должен сделать с этим ты всего лишь вымысел из моего воображения что what the fuck это что девочка которая придумала себе самого персонажа и этот персонаж что он будет ходить с нами или чё это бред какой-то ну это прикольно смотрите слушай сейчас не время на споры мне нужно найти его эх всегда кто-то должен следить за этим простаком неуклюжим что такое а с нами пойдет да ооо ты что-то you're coming hello ты пойдешь один что ли ты говорила что я часть твоего воображения а так ну конечно же я пойду с тобой ну я так и думал что этот медведик пойдет с нами ну довольно прикольно интересно но с таким медведем я думаю скучно не будет так нам объясняют как управлять и тому подобное confirm cancel menu ну в принципе я думаю что не так то все сложно и блин я хочу сказать довольно крутое управление мне нравится только машина такая большая папина машинка застряли мы конечно же в лесу в каком то давайте пойдем наверное по его стопам честно говоря на зи там что-то было ага сейв блин где такая система у нас была я вот не помню ага вот мы можем сохраниться шестнадцать лет майо и медведю просто непонятно сколько ему лет мистер маспер блин но этот медведь мне нравится вот он такой крутой конечно всю дословность его крутости я не переведу потому что в некоторых случаях я просто не понимаю почему что слово пупс вообще попс означает так как нам войти на enter на z может быть подойти к окну к окну что что такое а вот открыто так парень что за криптовый какой-то особняк похоже что в нем похоже что в нем никто давно уже не живет что ли вроде типа такого эй алло тут есть кто-нибудь такая музычка интересная у нас играет наверно ты прав маспер возможно мы тут одни тут пусто но если это так то где же папа ну это единственное место куда он пошел по этому пути и твоя крутость или пупс не знаю популярность я не знаю как это сказать твоя жопа можно сказать нас привела сюда то есть может быть мы может быть он пошел обратно когда увидел что тут никого нету да но тогда бы мы увидели его в принципе симон думает так да что значит это похоже на то что он остался в этом особняке ага мая немножко такая тоже не понимающая папа где ты скажи что-нибудь да круто время для ужина еды динер блин забыл как переводится это динер но в принципе я думаю что вот и у нас дальше продолжение как бы мы будем искать его в этом особняке посмотрите какой особняк здоровый просто невероятно мы можем включать свет можем включать свет блин так громко открываются двери это круто мне кажется так under the desk что-то под доской достать бэд это бэд бэд я не знаю что это такое вы можете пользоваться пишут тут этими своими предметами и тому подобного да вы можете проверить и тому блин честно говоря бэд что такое бат бат бэд так на часах семь часов показывают нам часики довольно необычная игрушка да блин слово такое забыть ну как вообще не понимаю так тот закрыт свет можно отключать бегать мы конечно же не можем поэтому пройдем посмотрим что же в тех комнатках я что хочу сказать вышла еще одна такая вот хоррорная игра а если вы помните мы коридор проходили игра так называлась и вышло что-то наподобие так там ничего нету внутри и она конечно с такой же график и то есть как с какой же такой же то есть похож немножко отель так закрытый сейф код с четырех цифр как бы вот такие дела придется искать четыре цифры что у нас тут софа софа так что-то под софой мне нужно посмотреть лонг чуть чуть так мне кажется что это 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 не фонарик случайно не а ну-ка вот смотрите юсб да это скорее всего фонарик ключ под софой отлично у нас ключ от первого этажа и от комнатки это круто ваза какие-то пустые номера да если мы пришли в отель то где же все постояльцы и вообще тут лампы нету кстати смотрите так тут закрыто а у нас есть ключ от первого этажа и мы открываем таким образом отлично кстати это наша машина what the fuck рисованная машина она она практически такая же как у нас я могу окинув флюоресцентная краска или что-то такое то есть она не может ее использовать я что-то не пойму я могу использовать но почему-то она не хочет кстати больше наверное мы тут ничего не сможем сделать но вентиляционная решетка мне кажется что что-то тут со светом надо делать и флюоресцентная краска друзья флюоресцентная краска или как она там называется это краска на которой о вот и код пожалуйста вам 1008 а только вот ааа я понял краской кто-то нахреначил то есть ну флюоресцентная это которая то ли там под каким то светом видна или что-то такое я честно говоря вот чисто случайно проверил и все вот пожалуйста вам загадочка такая необычная да то есть головоломка ээээ 1 0 0 8 эээ все открыли что там реконки реконки запись хм интересно давайте посмотрим давайте поищем ээээ я думаю что те двери открыты будут и проверим конечно же их блин игрушка интересная необычная я на я таких еще не брал если честно такая как как будто бы какой-то мультик если честно так ээээ рекрум件事情 выбираем его все открыли оууе то есть эээ эээ бильярдный стол я так понимаю что мы что это мячик что это такое мячик мячик-с-пячка ээээ кисточки эээ плл ational что-то я не понимаю что тут светится у нас эээ Эээ Ээь Riot River, это, как же она называется, отвертка, я еще помню, отвертку мы находили то ли в Кривом Человеке, то ли, блин, то ли, нет, да, в Кривом Человеке мы находили, блин, как мне нравятся вот такие вот игрушки переводить дословно, то есть не дословно, но так же, господи, почему он включился, да, это вроде бы, что за фигня, честно говоря, друзья, это не хоррор, вот что я хочу вам сказать, но тут будут хоррорные элементы, довольно интересные, так, тут есть какая-то фигня в стене, я бы могла отвинтить это инструментом, ну давайте, у нас есть инструмент, попробуем, опа, но тут пусто, просто, just empty, пусто, всего лишь пустота, слушайте, что мы можем сделать, у нас отвертка есть, кстати, почему я не заходил сюда, нажимаю на кнопку лифта, ничего не происходит, 23 этаж тут, что я хотел сказать, ну так, конечно же, лифт тяжело, то есть очень легко было бы открыть, вот мне вот эта вентиляционная решетка сразу не понравилась, то есть, я так подумал, что она тоже будет чем-то использоваться, конечно же, вот, пожалуйста, отверточкой подели, так, использовать ли вентиляционную решетку, я надеюсь, твою мать, я думаю, меня ничего не убьет, вот, игра, как бы, я вам хотел бы сказать, игра рассчитана, как мне продвигаться, ух ты, ёк, такое чувство, как будто мы, мы скрипим просто, когда лезем, ну было смазаться хотя бы, что такое, баааа, испугались? Не, конечно, не испугались, но если я скример, правда, там, перед этим не встал, если я не забыл, ладно, так что, вот такие вот дела, мы находим новую комнатку, довольно комфортная софа, что это у нас тут, какой-то рычаг, потянуть ли за рычаг, надо было сохраниться, что я хочу сказать, это игра как пазл, и она рассчитана на историю, то есть на сюжет, и тут будет весь упор на сюжет делаться, это классно даже, я вам скажу, тем более она такая какая-то юморная, что ли, так, вдалеке бы послышался какой-то звук, на дистанции, что-то типа такого, эй, для чего этот переключатель? Не знаю, блин, но все равно все тянут его, все в мире тянут его, да и пофиг, давай посмотрим, как, то есть, что поменялось, вот и все, так, а стол я не проверил, ну-ка, походу ящик, ну пуст, да, или стол, вернуться обратно, вернуться обратно, нет, мы обратно не полезем, давайте, наверное, сохранимся, что ли, так, оу-е, мазафака, блин, довольно крутая игрушка, так, что поменялось, мне кажется, что лик должен заработать, потому что мы дали свет, оу-е, первый этаж, но мы, мне кажется, мы и так на первом этаже, давайте на второй пройдем и обыщем его, что будет дальше, только, блин, только будет интересно, да, так, эй, тебе не кажется, что этот особняк какой-то странный, ты это говоришь сейчас, ну, я говорю, что тут структура, я говорю насчет этой структуры, этого места, тут есть элеватор, но нет лестницы, тебе не кажется, то есть, тебе не кажется, что это странным, что ли, в этом, как пробраться на остальные этажи, если вдруг элеватор сломается, да, это, честно говоря, странно, особенно, когда ты упомянул об этом, да, и что самое странное, что этот, можно сказать, отель или что-то типа такого находится посреди просто гор, да, я не думаю, что это часть какая-то странная, ну, все равно, нам надо выбираться из этого места, так что давай найдем твою крутость и пойдем отсюда и, типа, побьем это, ну, то есть, не крутость, может быть, может быть, Пупс, он имеет в виду, как твоего типа крутого чувака и тому подобное, ну, что, друзья, вот на такой вот интересной нотке мы заканчиваем первую часть, конечно же, я постараюсь для вас каждый день делать серии данной игры, попытаюсь, в зависимости от перевода, конечно же, перевод это тоже требует немалого, так что, я не знаю, честно говоря, ставьте лайки, если вам понравилось, пишите комментарии, вообще, нравится вам перевод с таким переводом, нравится ли вам игра и тому подобное, можете подписываться и, в принципе, вот скоро стримы по черному зеркалу 3, с вами был Блуд Линус, всем пока, удачи, ждите следующую серию, она будет скоро, я всех люблю вас, а! Хорроры, если проходить хорроры, реально вот такие вот хорроры крутые, кто-то просит упор от их игру, кто-то просит хорроры и тому подобное, но я не хочу проходить всякий кал на канал.